Доброго здоровьица, отрадно сообщить. Работы по озвучке целительных сил продолжаются и сейчас будет выставлен третий том, первая глава о биоретмологии суточных ритмов. Очень интересные знания. И вы знаете, в связи с тем, что были выставлены видео про тюленя, что он обладает вот такой вилочковой железой и за счет этого он тут справляется со всеми болезнями и прочее, прочее, прочее. И хочется сказать, что не за счет вилочковой железы, а за счет образа жизни. То, что он встает в соответствии с природными ритмами, живет в природной обстановке, питается природным сырьем, то есть он соединен многочисленными связями с матушкой природой, которые его поддерживают. И поэтому вот такую вот вилочковую железу ему дало, если человек будет следовать природным ритмам, которые я описал на основании научных всех этих изысканий, потому что различных научных изысканий много. А кто мне пользуется? Так, знаете, только что, то вы узнаете, почему, почему вот надо вставать вовремя, есть вовремя, на ночь не наедаться. В первую очередь мы с вами обрубаем вот эти все связи, которые соединяют нас с природой через биоритмы. Наш организм впаян, понимаете, тесно впаян в матушку природу. И, знаете, вот работает в соответствии с тем, что в ней происходит. Как только мы это все пообрубаем, а мы тут пообрубали, цивилизацию, цивилизация, видите ли это, то получается, что мы становимся беззащитными, и тогда, тогда, а у кого ж тут такая защита хорошая, у кого бы эту вилочковую железу выдрать бы. ОДУМАЙТЕСЬ, ЛЮДИ! Короче, изучайте целительные силы. И живите в соответствии с биологическими ритмами, которые матушка природа нам дает для того, чтобы мы и жили, а не сами по себе, как нам думается. Приятного просмотра и прослушивания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...